В поклонении мы с вами пропели, что нет подобного, как Бог наш. Нет подобного, потому что имя Ему Адонай. Что уже Сергей сказал, означает Господин, Владыка, Абсолютный Хозяин. Сергей сказал также о важности молитвы в нашей повседневной жизни. Вы помните, Иисус учил молиться. Отче наш Небесный. И главный акцент был сделан, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя осуществляться на земле, как она осуществляется на Неме. Господин, правитель, исполнение воли в Царстве Его. Вот почему евангелист Матфей, который написал первый Евангелие, находящийся в Новом Совете, делает акцент или фокус в своем послании на то, что Иисус это Царь. Иисус это Царь, и Царство Его Небесное здесь на земле так же, как оно там на небесах. Чему подобно Царство Небесное? С чем мы его сравним? Как мы его опишем? Если сегодня вас встретят на улице с интервью и зададут вопрос. Что вы скажете о Царстве Небесном? Если вас спросят, опишите Царство Божье. Что вы сможете о нем сказать? Зачастую Царство Божье в нашем понимании это далекий город в небесах, находящийся настолько далеко, что даже астронавты, бывающие в космосе, не могут его обнаружить. Ведь Царство Божье это место для загробной жизни, поэтому прощаясь или провожая умершего человека в последний путь, мы желаем его Царства Небесного. Царство Небесное это все то, что не сейчас и не здесь. Это где-то там далеко и где-то в далеком времени от нас. Христос пришел и проповедь Его звучала о том, что приблизилось Царство Небесное. Царство Божье прямо здесь и прямо сейчас. Иоанн Креститель, который был предшественником Иисуса, интересно проповедовал то же самое. И проповедь Иоанна Крестителя звучала слово в слово с проповеди Иисуса Христа. Иоанн Креститель проповедовал покатись, ибо приблизилось Царство Небесное. Мы знаем, что Иисус после воскресения являлся ученикам на протяжении сорока дней и продолжал и учил их, написанном в Деянии Апостола в первой главе и в третьем стихе, о Царстве Небесном. Это была главная тема явлений Иисуса после смерти. Хотя, как мне кажется, Иисус мог говорить на многие другие темы, о том, как организовать служение в Церкви после того, как Иисус вознесется, кто будет старшим пресвитером в Церкви, кто кому будет в подотчете и кто над кем будет в структуре Церкви. Но Иисус проповедует о Царстве Божьем все сорок дней до своего вознесения. Удивителен и тот факт, что последняя глава Деяния Апостолов говорит о том, что Павел, апостол язычников, хотя считал себя наименьшим из апостолов, мы знаем, в истории христианства он был одним из великих апостолов, находясь в Риме, последние дни своей жизни до последнего вздоха продолжал говорить о Царстве Божьем. Великие люди, Иоанн Креститель, сам Господь Иисус, евангелист Матфей, апостол Павел, все говорили о Царстве Божьем, потому что для этих людей Царство Божье было настолько реальным, это была их жизнь, это был каждый их вздох, это была каждая минута пребывания на земле для них Царство Божье. Так что же такое Царство Божье и чему оно потом? Сегодня мы проведем с вами время в Евангелии от Матфея в 20 главе и поразмышляем над тем, чему подобно Царство Небесное. Каждый, у кого есть Священное Писание, мы можем открыть Евангелие от Матфея в 20 главу, и начиная с 1 стиха, апостол 16, мы прочитаем историю, которую рассказывает Иисус, собравшимся вокруг него. Иисус очень часто использовал простые иллюстрации, которые мы сегодня называем притчи, для того, чтобы донести людям простую и важную истину на понятном для них языке. Так 20 глава Евангелия от Матфея, начиная с 1 стиха, мы читаем. Ибо Царство Небесное подобно или похоже, или сравнивается с хозяином дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. И выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздновать, и сказал, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли, опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздновать и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздновать?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник управителю своему, «Позови работников и отдай им плату на час последних до первых. И пришедшего около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первые думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягостями дня и зноя». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динари ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или гласкуй завистлив от того, что я добрый? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Царство небесное подобно хозяину виноградника. И мы видим, что эта история несет в себе один смысл. Взять царство небесное, о котором пророчествовали пророки, возвещали патриархии, жили люди в надежде ветхого времени, и сравнить его с хозяином виноградника и тем, что происходило в течение целого дня. Для евреев, для людей, которым проповедовал или говорил Иисус, было знакомо вот этот термин царство Божье или царство небесное. Потому что они много слышали об этом в учении в синагогах, которые передавали учения пророков или патриархов. Но каким было представление их царства Божьего? Царство Божье, царство небесное, они представляли как процветание и благополучие Израиля. В то время Израиль находился под давлением Римской империи. Поэтому для них царство небесное выглядело как освобождение Израиля от оккупации Рима, благополучие, процветание, благословение. Поэтому Иисус желает взять вот это для них непонятное понимание царства Божьего и изложить в простой иллюстрации как хозяин виноградник, работники, динарий, плата, люди стоящие и праздно. Очень похоже жизненная ситуация. Царство небесное подобно хозяину виноградника. В этой притче Иисус раскрывает два основных момента касающиеся хозяина виноградника. Первое, что мы можем заметить, о хозяине говорится о том, что он вышел или выходил в течение дня для того, чтобы нанимать работников свой виноградник. Это первое, что мы узнаем о господине. Второе, мы видим, что описывает нам хозяина виноградника, это то, что он властен проявить щедрость в своем вознаграждении. То есть, два пункта, на которые делается акцент из стиха в стих. И, наверное, если бы мы попросили описать из истории хозяина виноградника, то вот эти два момента были бы самыми очевидными. Это то, что человек вышел или выходил в течение дня нанимать на работу. И второе, это то, что этот хозяин виноградника был властен проявить свою доброту или щедрость по отношению ко всем работникам в вознаграждении, так как он считал нужным. Давайте возьмем и рассмотрим каждый из этих моментов отдельно. Первое, хозяин выходит в течение дня, чтобы нанимать на работу свой виноградник. Что мы видим здесь? Работники были наняты в разное время, но они были отправлены работать в одно место. И каждый, в принципе, получил определенное задание. Все работники были привязаны к одному месту. Они были направлены работать в виноградник господина. Работать там, в том месте, которое принадлежало хозяину. Хозяину дома или господину виноградника. То, что отличало их всех, это то, что они были наняты в разное время, что, следовательно, они работали разное время. Первые были приглашены работать в три часа. Это приблизительно девять утра. Следующая группа была приглашена в шесть, что в двенадцать часов или полудень. Затем в девять часов, три часа дня. И последние были приглашены в одиннадцать часов, это пять часов вечера. И, как мы знаем, проработали один час. Значит, закончили работать в шесть часов вечера. То есть, от девяти утра до шести вечера был рабочий день виноградника. Разные люди наняты в разное время, но работают в одном месте. И мы видим, у них была одна задача, следовать тем распоряжениям, которые были выданы управляющим виноградника или хозяином виноградника. Одна задача, выполнить волю хозяина. Независимо от того, работаешь ты один час или три часа, или ты проработаешь весь трудовой день, у тебя одна задача удовлетворить волю господина. Иисус желает сравнить этот фрагмент с тем, что происходит сегодня в Царстве Божьем. Сразу после того, как Иисус закончил эту историю, мы видим в двадцатом стихе, к нему подходит мать двух его учеников. И в двадцать первом стихе она делает взаимосвязь между тем, что Иисус говорил в своей притче, с тем, что у нее в сердце. В двадцать первом стихе, точнее, в двадцатом стихе, она обращается к нему с просьбой и говорит в двадцать первый стих, скажи или в английском оригинале повели или дай вот это распоряжение, чтобы один мой сын сидел по правую сторону, а другой по левому в царстве твоем. Хозяин нанимает работников виноградников. Матерь Иисуса проводит параллель сама для себя, говорит о том, что она хочет, чтобы ее сыновья вот в этом царстве были наняты на работу в определенных позициях. Царство Небесное подобно тому, как мы приглашены в него работать для Царства Небесного. Работать для Царства Небесного можно двумя путями или две модели, которые здесь раскрываются в этой истории. Первая модель это модель, когда люди желают властвовать и здесь Мать Иисуса просит оппозиции для своих сыновей. Пусть они займут по левую сторону и по правую сторону выгодные позиции, должности или места для того, чтобы управлять царстве твоем. Понятно, в то время, когда правили монахи, правили императоры, правили цари, то насколько близок ты ключевому лидеру страны, настолько ты наделен властью для того, чтобы господствовать и управлять всей страной. Первая модель Иисус продолжает и в 25 стихе он рассказывает больше. Иисус же подозвав их, учеников сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими. Работать в царстве небесном можно тогда, когда ты желаешь быть в роли господина или в роли управляющего, или в роли того, кому принадлежит власть для того, чтобы властвовать. В этом случае ученики, двое из учеников хотели быть выше над всеми другими. К чему приводит такая модель? Мы видим в 24 стихе, когда все ученики услышали об этом, вознегодовали на двух остальных, которые претендовали на эти лучшие места. Ты приглашен работать в царстве небесное. Хозяин вышел для того, чтобы позвать и нанять тебя на работу в царство небесное. Но хочешь ли ты властвовать и господствовать и управлять, имея лучшие позиции? Вторая модель Иисус сравнивает себя и говорит в 8 стихе этой же главы. Так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, или Он не для того пришел, чтобы встать к позиции управляющего, господствующего или властвующего, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Один момент, когда я хочу иметь власть для управления, и другой момент, когда я занимаю роль служителя, для того, чтобы служить для многих или для других. Поэтому призыв Иисуса к ученикам заключается в 26 и 27 стихе «Но между вами да не будет так, а кто хочет быть между вами больше, да будет слугой, и кто хочет быть между вами первыми, да будет вам рабом». Царство небесное подобно господину, который нанимает на работу. Если ты живешь в Царстве небесном, ты нанят на работу в Царстве Божьем. Но что значит работать в Царстве небесном? Есть две модели. Одна, когда ты хочешь быть управляющим наделенным властью, другой, когда ты становишься в позиции раба. Первая модель очень хорошо нам понятна, потому что мы видим эту модель везде. Сегодня мы можем включить новости на нашем телеканале, открыть газеты, мы можем пойти на работу и увидеть, что каждый человек конкурирует с другим, для того, чтобы занять выгодное и престижное место. Страны соревнуются со странами, государства с государствами, для того, чтобы иметь больше власть и больше господства. Много об этом говорить нет смысла, потому что это сегодня видно везде и всем это очевидно для каждого из нас. Но интересно то, что как можно господствовать Старством Небесным? Тогда, когда я, будучи рабом, претендует на то, чтобы господствовать сам над собою, над своим временем, над своей жизнью, над своими делами. Представьте картины, если бы рабы пришли в виноградник, но каждый из них провел бы это время виноградники, занимаясь своими делами. А не бы кто-то построил для себя приятный навес и провел бы все это время, находясь под навесом, скрываясь от зноя, для того, чтобы отдохнуть до вечера, набравшись сил для получения вознаграждения. Кто-то из них бы в это время заботился бы о том, чтобы приготовить себе обед, сготовить себе вкусную еду. Кто-то бы позаботился о том, чтобы, находясь в винограднике, решать какие-то свои другие вопросы и проблемы. Очень часто я, находясь в Царстве Небесном или работая для Царства Небесного, живу так, как будто бы я сам для себя хозяин. Я составляю свое расписание, я планирую свою жизнь, я строю свои планы так, как надо мною нет господина. Начинаю ли я день с того, чтобы спросить у своего господина Адоная или царя Царя Царства Небесного Иисуса о том, какое задание у Него есть для меня сегодня. Что сегодня я должен сделать его виноградник? Или просыпаясь рано утром я говорю ему о том, что я сегодня собираюсь сделать и что он должен сделать для того, чтобы благословить все мои планы. Я нанят на работу в Царство Небесное, но я сам себе хозяин. Я люблю господствовать, я люблю иметь власть, пусть не над другими, но хотя бы над самим собой. Иисус говорит, да не будет между вами такого. не живи не живи так, как будто ты ни от кого не зависишь и тем более от меня. Но тот, кто хочет быть большим или первым в Царстве Небесном, должен стать рабом или слугой для каждого. Слово раб для людей того времени было очень хорошо знакомо. В Риме каждый пятый был рабом. Интересно, что позиция раба в Риме была настолько разнообразна, насколько много было хозяинов. Но было одно, что объединяло всех рабов. Раб это собственность господина и юридический раб в Риме был оформлен точно так же, как и поле, как и дом, как или какой-то другой инструмент, как мельница или еще что-то принадлежащее господину. Вот что было общего между рабами. Они были имением господина и их основная задача была одна. Полностью подчиняясь воле своего хозяина угодить ему во всем. Поэтому когда Иисус сказал для них, что ваша задача работать в Царстве Небесном не так, как вы господствуете сами над собой, но как рабы, слово раб в Новом Завете встречается больше 120 раз. Поэтому Иисус делает акцент на этом. Мы куплены с вами дорогою ценой. Апостол Петр в 1 главе 18-19 втихе говорит о том, что мы искуплены с вами драгоценной ценой, что есть кровь Иисуса. Поэтому мы уже не принадлежим себе и не сами свои, но принадлежим Богу. Мы Божьи. И если мы Божьи рабы, то мы должны жить соответственно. Один из величайших богословов христианской истории Августин, обращаясь к своему собранию, он задал литерический вопрос. Разве Господин или Господь не достоин тебя как своего доброго и верного раба? Разве Хозяин или Господь не достоин иметь тебя как своего доброго и верного раба? Царствие Небесное подобно хозяину, который нанимает на работу. Евангелие это непростое приглашение стать ассистентами Иисуса. И в то время, когда у меня есть время, я посвящаю его для Иисуса, когда я занят самим собой, Иисус, к сожалению, сегодня ты не можешь рассчитывать на меня. Евангелие это не приглашение быть помощниками Иисуса и его ассистентами. Евангелие это повеление или приказ стать его рабами. Кто хочет быть первым или большим в Царстве Небесном, тот стань слугой или рабом. Начиная свой день, могу ли я изменить свое обращение к Иисусу, молясь так, как учил молиться Иисусу. Господь, как сегодня я могу исполнить Царство Твое на земле так, как оно исполняется на небесах. Да придет Царство добудет воля Твоя. Какова Твоя сегодня воля для меня, чтобы я ее исполнил точно так же, как Твоя воля исполняется ангелами, архангелами и другими небесными существами там в Царстве Небесном, где Твой трон. Что сегодня Ты хочешь от меня? Задача раба исполнять волю. Вот жизнь в Царстве Небесном исполнение воли. Но как это выглядит практично? Что значит быть слугой для всех или рабом для всех? Что имеет ввиду Иисус, когда говорит о том, что Он пришел как раб и слуга, не чтобы Ему служили, как будто Он князь или вельможа, но чтобы послужить всем остальным. Он демонстрирует это в простом примере. Сразу с 30 стиха в продолжении этого мы видим евангелист Матфей описывает ситуацию, когда двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ, конечно же, что пытался? Он пытался остановить их, запретить их, чтобы они молчали, но 32 стих говорит нам о том, что потому что Иисус был рабом и слугою для всех и не пришел, чтобы ему служили. Первое, что делает Иисус, Он останавливается. Второе, что мы видим, что делает Иисус в 32 стихе, Он разузнал у них, в чем их нужда. Первое, Он останавливает свой ритм, свой темп, да, у Него был свой план, у Него был свой путь, у Него было свое расписание, Он планировал идти от точки А в точку Б, Он знал, какова Его цель и чем ему предстоит заниматься, но тут в Его планы вмешиваются двое слепых, сидящих у дороги. Если бы Иисус был в этом Царстве Небесном, как вельможа лепнязь, Он бы не обратил внимания, потому что Он желает господствовать над своим маршрутом, над своим расписанием, над своим временем, Он желает быть у руля всего этого. Но Иисус говорит, Я в этом Царстве как раб и слуга, поэтому Я позволяю этим двум слепым вмешаться в уже установленные мои программы. Он останавливается, но не для того, чтобы как народ попросить их замолчать, но чтобы узнать об их нужде. После того, как Он узнает о нужде их, 34 стих, мы видим, Иисус умилосердившись или будучи наполнен состраданием и милосердием. Четвертый шаг Он делает, восполняя нужду этих людей. Царство Небесное, Царство Божье, это не где-то там далеко, куда мы попадем после того, как умрем. Царство Божье сегодня и здесь. Царство Божье там, где исполняется воля Божья так же, как она исполняется на небесах. Царство Божье это там, где мы приняли призыв Иисуса стать Его рабами. И если ты раб Иисуса, там и Царство Божье. И везде, где рабы Иисуса, везде есть Царство Его, потому что там исполняется воля Его. Но что значит быть рабом Иисуса? Это значит позволять Богу вмешиваться в мои планы. Жить здесь, в Америке, заставляет нас жить в постоянном, в таком быстром ритме. У нас много дел, мы работаем на двух, на трех работах. У нас есть дети, которые вовлечены в спортивные, культурные программы, танцы, музыка. Нам нужно возить одних туда, других туда. У нас много биллов, страховок, и нам нужно постоянно держать руку на пульсе, для того, чтобы все совершать вовремя. У нас есть планы, потому что мы хотим провести время нашего отдыха в семье, тогда, когда у нас есть это время. Мы, соответственно, заранее готовимся к этому, мы в постоянном ритме, постоянной спешке, постоянной занятости. Это часто приводит меня к тому, что я становлюсь господином для самого себя. И называя в молитве Иисуса Господом, я не являюсь Его рабом, потому что я живу сам по себе, решая свои вопросы, не спрашивая даже хозяина о том, что сегодня Он хочет, чтобы я сделал. Царствие Божье там, где я позволяю Иисусу остановить меня, для того, чтобы обратить внимание мое на нужды людей, которые близки ко мне. Позволяю Иисусу наполнить сердце мое состраданием и милосердием, чтобы как-то восполнить их нужду. Царствие Божье это там, где есть милосердие. Царствие Божье это там, где мы, как Его рабы, обращаем внимание на то, что происходит вокруг нас. Царствие Божье это там, где мы замечаем тех, которые находятся на обочине дороги, брошенные всеми. Обращаем внимание на тех, которым весь мир говорит, замолчите, не привлекайте к себе внимания. Царствие Божье это там, где мы, несмотря на то, что у нас был свой маршрут, свой план, свое расписание, мы делаем что-то, что восполняет нужду других. если ты сегодня нанят в Царстве Божьем как виноградник, твоя роль позволит Иисусу как Господину или Владыке обратить внимание на тех людей, которые сегодня в нужде, которым нужно сегодня что-то от тебя. Если я раб, то, начиная с этого момента, я должен задать себе вопрос. Господь, покажи мне одного, двух, трех человек. Я не знаю, это мексиканцы или колумбийцы или русские, украинцы, или это люди из Европы или из Северной Америки. Кто бы это ни был, сосед или сотрудник, знакомый, покажи мне человека, который сегодня в нужде и нужду, которую ты хочешь восполнить. Потому что виноградник Господина это мы. что принадлежит хозяину нашему, что для него сегодня ценнее и дороже всего, над чем он работает вот уже тысячелетия, над нами, над людьми, над человечеством, над обществом. поэтому нанятые мы на работу в его царстве, в его виноградник, мы наняты на работу среди людей. Но я часто занимаю свою позицию как князь и вельможник, пытаясь создать вокруг себя благоприятные условия, когда все остальные будут служить мне, когда расписание всех остальных будет благоугодно для меня, когда все будут восполнять мои нужды. Входя в царство Божье, я меняю позицию, я раб. Моя молитва сегодня о том, Господи, покажи человека, который сегодня в нужде. Изучая Библию в нашем доме с нашими друзьями, мы задали точно такой же вопрос, Господи, а есть ли среди нас, и мы задали друг другу вопрос, а знаем ли мы кого-то, кто сегодня есть в какой-то проблеме и нужде, и человек, который может быть нуждается в чем-то, что мы можем реально сделать. И одна из девушек сказала, я знаю одну женщину, которой предстоит серьезная операция, у нее рак, и эта операция будет завтра, и для нее было бы, наверное, очень приятно, если бы мы навестили ее до операции, перед тем, как она выйдет от своего дома, и просто провели с ней 10-15 минут. 10-30, это тогда, когда мы должны приехать. Это не совсем включается в наше расписание, тем более, это завтра. Мне бы за месяц узнать об этом, ну, плюс еще это 35 минут езды от дома. Это нужно ехать, тратить время, сжигать бензин, как-то не подходит. Но, переборов себя, мы сказали друг другу, давайте действительно в 10-30 встретимся в ее доме, проведем 10 минут с ней, ободри, вдохновим ее, чтобы она могла отправиться на эту операцию. Мы сделали, провели всего 10 минут, операция прошла благополучно, она восстановилась, и она сказала, я хочу также проходить в вашу группу и изучать то слово, которое изучает сегодня. 10 минут, проведенные просто с человеком, могут привлечь его в Царствие и в Место. Если я работаю в винограднике, кто тот человек, который сегодня рядом со мной, вокруг меня, может быть, незнакомый, которому я могу показать милосердие Божье? Слово Божье дает сегодня нам задание на неделю. Найти такого человека, а он есть, виноградники таких людей много, остановиться в своей занятости, в своей спешке, узнать у этого человека его нужде, возможно, подключить еще кого-то и сделать простое и возможное, чтобы решить эту проблему или эту нужду. Бог никогда не требует от нас того, что сверх наших сил. Он не даст нам задание, чтобы мы купили человеку машину, если у нас нет таких денег для того, чтобы купить. Он не даст нам задание для того, чтобы мы организовали этому человеку проживание, если он в нужде, а у нас нет таких возможностей. Он даст нам такого человека и такую нужду, которой каждый из нас имеет потенциал и возможность восполнить, потому что этот потенциал, эта возможность дана нам от Бога. Второе, что мы видим у Господина, это вознаграждение. Это вознаграждение он дает щедро каждому, но одинаково. Видите, независимо от того, ты проработал час или девять часов, каждый получил одинаковую награду. Царство Небесное парадоксально. Многие говорят это Царство как с ног на голову. Совершенно другое от нашего представления. Мать вот этих двух сыновей рассчитывала на награждение от Иисуса как вот эти престижные места в Царстве Небесном. Но Иисус, знаете, о какой награде сказал? Он ей сказал, моя награда будет такова, будете пить чашу мою, 23 стих, и говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону или по левую не от меня зависит, но кому готово наобцом моим. Награда Иисуса это чаша его. Но что за чашу мы получаем от Иисуса в награду? Чуть выше, в 17, 18, 19 стихе Иисус говорит о чаше, которая предстояла ему выпить. Он говорит, вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснуть. Вот чаша, которую готовят. Вот здорово, вот награда. Кто бы отказался от такого? Видели ли вы где-нибудь, когда-нибудь компанию, нанимающая человека на работу, говорящая ему о том, что то, что ты получишь от нас, как вознаграждение от твоего труда, это будет побои, истязания, страдания, страх, гонения и многие другие лишения? Нет, сегодня написано множество книг о том, как привлечь ценного сотрудника в компанию и как его удержать. Много различных социальных таких бенефитов, пакет такой, социальных услуг, который пытается поднять награду для сотрудника. Но для работников Царствия Божьей награда совершенно другая. Чаша Иисуса. Он не говорит, что если ты согласишься восполнить нужду другого человека, работая в моем винограднике, то твоя заработная плата в твоей компании возрастет, твой процент на моргич, который ты платишь, он упадет, что ты будешь защищен от всех аварий или каких-то невзгод в своей жизни, ты получишь чашу мою, которую будешь пить. Но в этом и есть награда, потому что апостол Павел во втором Тимофея, во второй главе пишет, «Верно слово или истинно и правдиво, если мы с ним умерли, то с ним и оживем, если терпим, то с ним и царствовать будем». Единственный путь к царствованию с Иисусом это вместе с ним страдать, терпеть и умирать. Вот награда, которую он сегодня предлагает его рабам. Да, Евангелие не звучит, как рекламная акция. Когда проповедуется истина Евангелия, тогда мало что для человеческой плоти звучит привлекающе. Никто не обещает тебя сделать известным, популярным, защищенным, огражденным, преуспевающим и может быть такое и произойдет, но это не центральная идея Евангелия. Центральная идея Евангелия это награда Иисуса, которая выражается в его чаши. Раб Господина, раб Иисуса готов и принять такую награду, потому что он знает, что это награда в конечном итоге введет Царство Небесное. Царство Небесное подобно Хозяину. Если ты сегодня еще не в Царстве Небесном, то оно очень близко для тебя. Тебе не нужно ждать окончания жизни, смерти, все, что тебе нужно провозглашить, сеть и сказать Иисус, я буду твоим рабом. Но называя или вставая в позицию раба Иисуса, нужно понимать, что сейчас я становлюсь собственностью Хозяина. А значит он будет диктовать мне, чем сегодня я буду заниматься, как я буду проводить свою жизнь. И это не значит, что я должен поменять работу, место жительства, окружение людей. Это значит быть открытым для Иисуса, говорить Ему ко мне то, как я сегодня могу угодить Его воле в беспрекословном Ее исполнении. Давайте помолимся. помолимся, чтобы силой Духа Святого мы смогли жить в Царстве Небесном и приближать Царство Его исполнением Его воли в любом месте, где бы мы ни находились.